Всем привет, мои хорошие! Только что проснулась, начинаю новый влог, почитала немножко комментарии под предыдущим влогом и обнаружила, что очень много людей недовольны тем, что я очень сильно укорачиваю влоги. Я как-то показала в инстаграме исходник, то есть 31 минут влог я превратила в 12. Я очень люблю всё вырезать и даже мама, когда сидит рядом и смотрит, как я монтирую, всегда говорит, зачем ты это вырезаешь, это же интересно, это же прикольно. Я думаю, блин, ну дядь, сначала снимаю, а потом это же на монтаже удаляю. Вот, и увидев в комментариях, что вы тоже недовольны этим и хотите влоги подлиннее, я решила ради эксперимента, просто сегодня, оставить абсолютно всё, что я снимала и посмотреть, понравится ли вам вот так вот. Мне лично так не нравится. Я люблю, когда всё скомкано, быстро, кусочки отсюда, кусочки оттуда, вот сильные вот эти нудные разговоры стараюсь всегда вырезать. Поэтому даже если влог изначально полтора часа, я просто делаю из него 15 минут, вырезая просто абсолютно всё. Но для эксперимента в этот раз мы всё это оставим, а вы посмотрите со стороны и обязательно в комментариях напишите, как вам больше нравится. Кадр у меня получается немножко, знаете, такой тёмный, потому что на улице дождик, пасмурная погода, несмотря на то, что время 12. Солнышка у нас нету, к сожалению, но не холодно на улице. Вчера мы с мамой ходили и пошопились. Наконец-то я себе купила аж два пальто, прикиньте, и маме куртку взяли, и мне два пальто. Сейчас надену вам, покажу. Я в таком достаточно домашнем прикиньте, не обращайте внимания, просто хочу продемонстрировать вам. Взяла в самом маленьком размере, это пальто вообще обалденно сидит. Очень хорошего качества. Правда, пришлось раскошелиться, но куда деваться. Вообще, я просто зашла посмотреть, но мне настолько понравилось, что я решила взять. Посмотрите, как круто сидит, просто отлично. Плечики на месте, рукава на месте. Смотрится очень элегантно. Вот этот разрез прям дополняет образ. Здесь такие небольшие ремешки. Правда, стоят недешево, вот это пальто мне обошлось 420 монат. Ну, для кого-то это недорого. В принципе, в зале, там, в Средивариусе такие же цены я решила взять. Обычно я сильно не привязываюсь к вещам, и вещи очень быстро мне надоедают. Я долго не могу носить одну и ту же вещь, максимум один сезон или полтора. Надеюсь, что с этими пальто такого не будет. Первый вариант, мне кажется, он не под все, потому что здесь есть вот такие разрезики. Поэтому я решила купить еще одно. В кои-то веки хоть одно пальто как раз мне в размер. Посмотрите, рукава небольшие как раз вот. Красота просто. И материал такой очень приятный на ощупь. Теплый на зиму самое то. Хорошая подкладка. Здесь такие вот кнопочки и карманы, которые расположены достаточно высоко. Здесь такие небольшие ремешки. В общем, мне все нравится. Очень круто. Я думаю, с джинсиками, с кроссовками. Кстати, надо купить еще новые кроссовки себе. Что не могу сказать про второй вариант. Я очень давно хотела себе такое пальто. Но мне кажется, оно чуть-чуть мне велико, несмотря на то, что это 36 размер, самый маленький. И это пальто очень-очень длинное, безумно плотное, качественное. Стоило оно, кстати, дороже, чем предыдущее. Я просто точно не помню цены, потому что мы купили в этом магазине сразу три изделия. То есть маме куртку и мне два пальто. И за все вместе мы заплатили 1300. Оба пальто. Пальто, да, правильно, пальто не склоняется вроде как. В общем, они тяжелые. Прям очень тяжелые. Я даже думаю, надо купить специальные вешалки, чтобы могли удержать. Сидит неплохо. Ну, чуть-чуть, мне кажется, большевато. Хотя, возможно, если я буду носить, например, с каким-то теплым свитером, зимой будет нормально. Но без ремешка мне вообще не нравится. А вот с ремешком классненько. Я никак не могла определиться между двумя моделями. В конце решила взять оба. Почему бы нет? Вот так вот. Как мне сказала консультант в магазине, что сильно завязывать этот ремешок не стоит. И так нормально. Вообще сама модель очень-очень длинная. Здесь такие удобные кармашки. Можно положить телефон. Смотрится как халатик, как будто только что из душа. Но все равно, если честно, на этом останавливаться я не хочу. Мне еще нужна очень хорошая куртка. Такой, знаете, пуховик, дудик. И хорошая кожанка. Мам, я показала свои пальто. Может, ты тоже наденешь свою куртку и покажешь? Нет. Просто покажешь. Ну, будет интереснее, если будет на тебе. Нет. Я делаю контент, я зарабатываю бабки. Раз мама у нас мерить не хочет, хотя бы вот так вот вам покажу мамину новую куртку. Здесь вот такие кармашки интересные. Она вообще двухсторонняя, но мне кажется, с этой стороны как-то смотрится не очень. Я предлагаю маме просто носить вот с этой стороны. Темно-зеленый такой цвет. Ну, мне нравится. Хорошая курточка такая. Женственная. Но надо еще пальто маме взять обязательно, я думаю. Несмотря на то, что на улице погода как-то не очень, позвонила мне подруга и говорит, давай куда-то сходим. Вот. Ну, хотя да, уже исправилась погода. Утром был дождик, сейчас уже вроде нормально. Поэтому я сейчас, наверное, буду уже одеваться. У меня есть вот такое очень красивое платье. Коротенькое. С сапогами под фортами. Будет смотреться обалденно. Но я боюсь, что в нем будет жарко. Еще плюс, если я надену пальто, то вообще запарюсь. Поэтому надо думать что-то другое. У меня реально очень много одежды, которую я даже ни разу не носила. Но мне опять хочется надеть вот это боди. Я его просто обожаю. В прошлом году я его очень часто носила. И даже в комментариях мне писали, что сколько можно в одном и том же. У тебя так много разной одежды. Ну, не знаю. Вот прям хочется надеть. Пусть вы даже будете меня ругать, но мне хочется надеть вот это боди. Она невероятно круто смотрится по фигуре. Очень комфортная, теплая. Супер. У меня на удивление есть время. И нужно подправить макияж. Сегодня мама мне сделала несколько комплиментов. Что моя кожа выглядит просто идеально. А у меня сегодня был вот этот тональный. Я просто в восторге от него, девочки. Слышала очень много положительных отзывов от разных блогеров. Но теперь убедилась сама. Если вы никогда не пробовали, настоятельно советую вам. У меня в 13 оттенке. Он идеально просто ложится на вашу кожу. Это лучший тональный, который я когда-либо пробовала. Плюс супер бюджетный. А время у нас без 26. Вот. Мы должны увидеться в 7. Поэтому времени у меня море. Не знала, что сделать. И сделала себе вот такие вот косички. И кудри накрутила. Буквально за 15 минут у меня получились такие классные кудри. Зафиксировала все это дело лаком. Супер сильная фиксация. В противном случае у меня ничего не держится. И уже подруга написала, что она уже вышла. Так что мне тоже пора выходить со скоростью света. Я думала, хоть бы в лифте никого не было. Покажу вам свой лук. Вот так вот у меня выглядит новое пальто. Здесь вот такие вот места. Здесь такие вот кармашки. Что-то этот лифт меня пугает в последнее время. Боюсь застрять в лифте. Кстати, я никогда в жизни не застревала. Это будет мой дебют. Погода была просто супер. Единственный минус. Сейчас очень быстро темнеет. Время 7. А такое ощущение, что 12. Уже везде темно. Но несмотря на это, народу очень много гуляет. И мы решили с подружкой тоже вдоволь погулять. А затем пойти шопиться. Пока магазинчики не закрылись. Я сегодня была в пальто, в джинсах и в боди, который показывала вам. Вот такой вот у меня лучок. Я хотела себе сапожки. Увидела в Нью-Йоркере. Стоили они 60 долларов. То есть 100 монат. Были в таком бежевом цвете. Но мне кажется, бежевый цвет не очень универсальный. Очень быстро будет видно на них царапины. Плюс каблучок. Несмотря на то, что он устойчивый достаточно. Я не очень люблю каблуки. Мне с ними неудобно. Мне лучше обычную плоскую подошву. И точно-точно такие же были черные. Они смотрелись немножко беднее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такие сапожки. Я все-таки брать их не стала. Решила немножко подумать. Заснять. Посмотреть на вашу реакцию. Как вы думаете? У меня длинные ботфорты есть. А вот такой длинный сапожек у меня, кстати, нет. И еще мне очень нужна теплая шапка. Но особо, знаете, выбора не было. Все шапки какие-то тоненькие. Ну, понятное дело, мы живем в Азербайджане. На улице плюс 18. Но так как я человек очень сильно подверженный рекламе, мне обязательно подавай то, что я вижу в Инстаграме. А я в Инстаграме подписана на российских блогеров. И у них такие теплые, классные шапки. И мне, естественно, подавай такие же. А таких нету. Очень долго я топталась около этих кроссовок от Лакосте. Стоили они 300 монат. Это получается сколько? Ну, 200 долларов где-то. 180 долларов. Они очень красиво смотрелись. Но подруга мне сказала, что их же можно заказать из Турции. Намного дешевле. Она меня научит, покажет. Не надо их брать. Она меня еле уговорила. И мы пошли сесть где-то покушать. Не знаю, правильно ли я сделала, что я их не взяла или нет. У меня как будто все болезни как рукой сняла. Как вышла из дома обалденная просто погода. Прям гулять и гулять. Заводняем. Погодили немножко по магазинам. Сейчас собираемся подкрепиться. Когда я выходила из дома, у меня было такое чувство, чувство тяжести, что вот сейчас я начну прям болеть. А когда вышла, немножко подышала свежим воздухом. И все. Вообще у меня пониженное давление. Мне надо почаще выходить на свежий воздух. Немножко физической активности. В последнее время даже перестала ходить в спортзал. Это обязательно нужно исправлять. Подруга сейчас так на меня смотрит. С таким гнидом умеванием. Хорошо, что для таких, как я, отсталых, кроме вот такого меню, есть еще и бумажное. Я очень люблю, когда с фотографиями все видно. Это прям моя слабость. В этот раз я решила попробовать какую-то пасту. Правда, не знаю, какую. Мне кажется, аппетитнее всего выглядит это. В сливочном соусе. Вообще очень на плюс литки. Поэтому, наверное, возьми ее и какой-то напиточек. Девчонки столько писали в комментариях, что поменяю уже чехол. Что я решила поменять на этот желтенький. Скоро телефон буду менять, а у меня столько чехлов. Просто не знаю, куда я их буду девать. Поэтому решила поменять на желтенький. Такой красивый, нежный цвет. Прям вообще я кайкую от него. Надо было заказывать с клубничком. Посмотрите, какой красивый лимонад. А у меня так, как будто у бабушки дом. Выжила бабушка и дала. Садов передает вам огромный... Фокус, фокус, ёпта, подожди. Фокус. Ну что, нам уже принесли покушать. Вот такая вот порция пасты. Выглядит очень аппетитно. Пахнет тоже классно. А у подруги что-то такое. Я даже не поняла, что это. Буду на адекватах. Кто их буду? И еще лист такой. Почти. Короче, приятного нам аппетита. Реально паста невероятно вкусная. Надо с мамой как-нибудь сюда прийти. И чтобы она попробовала. Она просто очень любит пасту. Сама всегда ее любит готовить. Надо ей показать. Грибочки в сочетании со сливочным соусом. Получается просто божественно. Смотрите, сестра мне отправила. Погода в Саратове. Уже снег. Пригните. Как я люблю, когда в Угорнов несильный цвет. Смотрю на себя. И такая, типа, без недостатков. Еще цветочки такие милые. Люблю вообще приглушенный цвет. А вот и моя патрушка. А вот и моя патрушка. То есть уже русская Линготаун. Что-то, сада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.